Всем привет, друзья, это канал Morgan Games, продолжаем мыло этот лон... Блядь, хотел сказать Life is Strange, прикинь, я сказал Лон Дарк, прикинь, блеха-муха, я просто привык, что мы проходили Life is Strange. А это Лон Дарк, у нас метель, ни херища не вижу, вообще просто абсолютно, я обзор нулевой, хуёвый. Я не знаю, куда я иду, я иду по одинокой топе, где-то там находится впереди у нас выход отсюда. Но я не знаю, тут волков куча, тут метель, заметает просто в глаза, и ах, изы, мы выжим или нет в этой серии, я просто без понятия. Сейчас узнать, у нас есть только один шанс, один способ узнать, это идти вперёд, не оглядываясь, не оборачиваясь никуда, ни на какие проблемы, несмотря. Просто, блядь, идём и просто надеемся, что мы не умрём сегодня здесь. Капец, просто это, просто жесть, я тебе отвечаю. У нас сейчас обморожение первой степени начнётся, и мы тогда всё, мы тогда сыграем с вами в ящик. Ну локация-то она, в принципе, она небольшая, я, возможно, я смогу как-то дойти, быстренько просто пройти, ну не знаю, не знаю, не знаю, это всё очень плохо. Самое опасное, это вот как раз вот эти вот метели ночные, когда ты, блядь, идёшь ночью, ты и так ни херища не видишь. А тут тебе ещё и метель в глазах. А волки-то, надеюсь, попрячутся от этой метели, тоже по пещерам порассаживаются, нет? Они ж, по идее, должны, они ж тоже должны бояться таких холодов. Блядь, я почти обморозился, всё. Я почти весь отмороженный. А куда идти тут? Я потерялся! Куда это я иду сейчас? И мне кажется, вообще куда-то не туда свернул. Место, чтобы укрыться. Укройся, надо по дороге постоянно, по железной идти. Вот видишь вот эту железную дорогу, походу с неё нельзя только сворачивать. Просто идёшь по ней и всё, никуда больше. Мне очень холодно, я сейчас реально задублю. Но я, скорее всего, правильно иду, нет? Вот она, дорога, всё, хорош. И теперь просто по рельсам петляй, чувак. Просто петляй дальше, и всё, и никого не бойся. Блядь, вот это я рисковый парень. У меня сейчас здоровье будет понижаться, потому что из-за того, что обморожение наступило. Прикинь. У меня будет из-за этого понижаться здоровье. Хорошо, хоть и мясо нормально поелый. Облегчился, так сказать, ношу, ещё повыбрасывал эти кедровые еловые дрова всякие. Полено выбросил к хуям. Ну, на самом деле не к хуям, потратил его с пользой. Я его в костёр подкинул. Тем не менее, у меня хоть сейчас не такой перевес, как был. И, возможно, мы как-то дойдём. Бляха, волков только тут не хватало. Вот самое паскудное, что может быть к этой паскудной погоде, так это ещё паскудные волки с своими паскудными зубами, паскудным аппетитом, который постоянно хочет меня сожрать. И этого только мне всего не хватало сейчас ещё для полноты картины. Давай, скорее, чувак! Я знаю, ты сможешь. Волку, мне кажется, в метель тут нет, потому что, ну, серьёзно, ну, какой нормальный волк будет в метель тут ходить? А там, в принципе, можно забиться в этот, в туннель. Там на том выходе, на той локации, как она, не помню, называется, но там, где живёт этот наш лесник, там, когда ты выходишь через туннель, ты можешь ещё в туннеле немножко укрыться, там ещё ты не до конца с него выходишь изначально. Там есть пространство в этом туннеле. И куда-то я пришёл, подожди. Так, ну, как-то так, да? По идее. У меня здоровья всё меньше и меньше. Сейчас просто капец будет. Чё так долго-то слышь? Вроде в локации не такая большая была. Оно всё понижается и понижается. Так, бля, охотнувку. Давайте молиться просто. Давайте вместе все помолимся за наше здоровье, чтобы мы пережили эту метель, эту бурю. Я реально как псих сейчас, как самоубийца какой-то иду. Мне всё ни по чём. Он идёт, если он это переживёт, то он переживёт, я тебе отвечаю. Просто всё. Всё, смотри. Красное уже, всё красное. Я хочу реально быстро добраться до арочки и в этой арочке потом распалить костёр. Но где она? Её, блядь, следа не видно, понимаешь? Её вообще не видать. Этой арочки реально не видать. А он идёт всё медленнее и медленнее из-за того, что обморожен. Ему тяжело идти быстро. Он не может. Мне кажется, я не успею просто. А костёр-то не развести в такую метель. Вот здесь. Я бы хотел тут развести сейчас попробовать. Но он его не разведёт по той причине, что метель не даст. Тут в арочке ещё есть шансы развести. Вот, походу, пещера, да? Или нет? Или мне кажется, или это мираж? Как в пустыне, только тут наоборот. Тут тоже пустыня, только ледяная. Но там же вон что-то есть, нет? Нет. Это ещё далеко не то. Это ещё вон там туша оленя лежит. Это вроде и рядом, но ещё не так рядом, как хотелось бы. Не, он старался. Вот надо отдать должное мужику. Он реально идёт, смотри. Он понимает, что сейчас к хана, но он старается. Он идёт, он их, блин, и тащит на себе всё это ружьё. И так, и сяк, и пытается, но всё равно всё пойдёт сейчас по одному женскому известному органу. Никуда мы не придём, ребят, никуда. Там даже арочки-то ещё не видно, понимаешь? Там ещё ничего не видно. Ну, попытка, конечно, не пытка. Он, как видишь, он старался, он пытался. Нужно прилечь. Приляг. У нас уже один хуй. Хоть приляг, хоть не приляг. Даже уже не вижу ничего, смотри. Я уже всё. Вот эта метель, просто не вовремя я тебе отвечаю. Ну, ну... Вот надо было именно сейчас, когда мне, блядь, надо как-то перейти эти одинокие топи. Надо было сейчас вот просто меня... уйти меня обо тьму. Сука. Так, ну допустим. Хорошо. Тут пещерка есть, в принципе. А пещерка не так сильно задувает. Тут две полоски всего. Есть шанс, что мы тут распалим огонь. Правда, его нам надолго не хватит. Но тем не менее. Попытаться-то можно. Прям на рельсах вот здесь. Пай кедровые дрова, стопка бумаги, разжигай. Нам важно всего, что сейчас надо сделать. Нам надо потратить все наши дрова, которые у нас только есть, на то, чтобы этот огонь горел как можно дольше, чтобы мы поспали хотя бы пару часов. И чтобы за пару часов, надеюсь, метель эта прошла. И там уже будет не так холодно, и у нас уже здоровье немножко наберётся. И там мы сможем пройти эту быстро, эту дистанцию, выбраться с этих одиноких топ, и всё будет хорошо. Надо было сразу так сделать, а мы как-то протупили. Ложи еловые дрова, короче, всё, ложи. У нас дров больше нет, прикинь. У нас всё. Мы выжаты. Так, теперь пару часов надо спать. Это 100% здесь. Тут даже просто нет никаких вариантов. Слон парочасовой. Чё, до сих пор, что ли? До сих пор метель, прикинь, до сих пор. Здоровья у меня не так уже много прибавилось. Ещё часик спит, чувак. Ещё часик ты можешь себе позволить. Обосраться просто. А чё до сих пор метель-то, слышь? Чё она такая длинная? Она должна уже как бы закончиться, нет? Она всё ещё идёт. Ты посмотри на неё, она всё ещё... Так, давай дотопим себе воду. До конца там её надо дотопить. А где эта вода, слышь? Мне как-то там кипячёная, не кипячёная. Вот она, не кипячёная вода. Этой водой можно заболеть. А почему сейчас не могу её растопить здесь, слышь? А если так? А вот, кипятить воду, смотри. Поготовить. Забирай. Метель прошла, смотри. Поднимай. Давай ещё часик тут храпанём. Я у калька так нормально подкинул. Потом можно будет идти дальше. Так, просыпайся, смотрим. А чё он так спит по полчаса только? Я его, блядь, ложу на час, он спит по полчаса. Ты чё, охерел что ли, нет? Нормально, я тебе сказал, спать. Ему здоровье, блин, ещё не повысилось нормально. Даже половины не набрал. Полчаса он спит. О, хоть до утра нормально пропит. А чё сразу три деления, слышь? Зато всё, зато утро. Давай пока сохранимся здесь. Вот это я красавец. Вот это... Чё так сразу нельзя было сделать? Я ж быстрее хожу, потому что дровишек-то у меня теперь нет. Ну как быстрее? Постольку, поскольку. Ну вот такая вот спокойная, знаешь, размеренная атмосфера мне больше нравится, чем та непроглядная метель, да ещё и тьма вокруг. Которая была в начале серии. Единственное, что сейчас, конечно, будет плохо. Я думаю, уже все поняли. Наши с вами вечные друзья. Корифаны наши, собратья меньшие, собутыльники наши, блин, братья по несчастью. Волчары сейчас за своих нор повылазят. Потому что метели-то больше нет. Опасность обморозить свои волчьи морщинистые, волохатые яйца. Ушла. И теперь вышел я. Желанная цель, которая, блин, даже с ружьём смотрится ещё желаннее. Они же самоубийцы, они же все мазохисты, они же такие волчары. Они рисковые пацаны. Они видят, что я с ружьём, и им ещё подзадоривает. Они думают, что, мне выстрелить хочешь? Что, нарваться хочешь? И всё, они тогда, у них просто пелена вот так вот. Красная тряпка, как это самое. Одевается вот так им на глаза, и всё, они больше нихера не видят. Они прут на тебя. И их не остановить. Ну, реально как-то холодно здесь. Как-то холоднее, чем в прошлой локации было. Конечно, это не очень. Но. Вот интересно, где у то, походу. Да, вот у скорее всего тут домик. Того чувачка. Так, пока. Ёп. Там медведь. Там медведь. Пацаны. А чё делать? Он сюда прётся. Куда ты идёшь, дебил? Тут непрошный лёд. Сюда не суйся, понял? Хе-хе. А, смотри, он... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я думал, он сюда не сунется. А он даже, несмотря на непрошный лёд, сюда прёт. А это не тот самый медведь, которого мы... Пытаемся завалить, нет? Не, их, конечно, тут много, потому что один, помню, был ещё на той локации, там, возле пещеры. А это ещё один. Не, тот, наверное, самый старый. То, скорее всего, медведь-босс. А это так, типа, рядовые шавки. На того, я думаю, мы ещё охоту откроем потом. Но всё равно, даже хоть рядовая шавка, хоть у меня и ружьё, но я сомневаюсь, что я его с одного выстрела завалю. А рисковать своей жопой я сейчас... Ой, как не хочу. Поэтому давайте пока медведя просто обойдём. Плюс патроны тратят. Зачем? Если там я сейчас пойду, и там ещё волкины выбегают. Мне, может, ещё патроны пригодятся. Тем более, что у меня их не так уже много. Поэтому давайте сильно тут не рисковать, не тратить. Вот, видишь, вот на вот эту шваль патронов я не пожалею сейчас. Насыпь, ты понял, нет? Ублюдок конченый. А пока я буду его оббирать, тут медведь не придёт, нет? Сейчас замёрзну, замёрзну сейчас. А придёт собака. Ладно, оставлю ему пока мясо немножко, пускай похавает. Может, реально сейчас он начнёт волка есть, и я в это время унесу ноги. Но я подмерзаю опять, смотри, подмерзаю. Это не очень хорошо. А идти-то ещё долго. Идти-то ещё долговато нам. И костёр я уже тут не разведу, уже всё. Все мои брёвна, плеха, закончились. Надо будет потом по пути к хижине лесничьего, надо будет это, пособирать всякие там веточки, хуеточки, короче, чтобы реально костёр разводить. Уже будем возвращаться к истокам, когда мы ещё не находя всех этих еловых брёвен, досок, этих хуёсок, короче. Поленьев, кедровых дров. Когда мы просто шли и реально поднимали с земли эти упавшие веточки тоненькие, и только ими распаливали костёр там. Если ты хочешь, чтобы костёр горел час, подними там штук семь или десять веточек, типа. А не так, что ты, типа, потом уже разбаловался, кинул эти еловые дрова. И ведь два часа у тебя костёр горит. Это же капец, это мажорство уже просто называется. А мы сейчас будем реально как бомжи последние, как когда-то, вспомним молодость. Будем потихоньку так подбрасывать этих веточек и разжигать себе костёр таким образом. Новый день наступает. Новый день-то наступает. Только когда уже новая локация наступит, вот в чём вопрос. Опять я как-то иду, иду, и у меня здоровье-то понижается опять. Где-то не очень хорошо. Давай, чувак, как можно скорее просто иди. И всё. Тут веток мы просто не соберём, потому что тут деревьев нет. Это если сворачивать только от основной дороги, от вот этой вот, от ветвляться там, скажем, туда или туда, там, может быть, мы собираем. Но тут лучше пока не рисковать. Вот оленя я бы сейчас бы собрал. Ну, блин, опять-таки рискованно. Всё, это очень рискованно. Ещё и заморожен. А давай, может, реально, слышь? Сохранимся пока здесь. И рискнём-таки собрать один килограмм с него? Ну, чё эти 20 минут дадут? Конечно, здоровье-то понижается. Но всё-таки... Ну, всё-таки чё-то собрал. Ой, не знаю я. С одной стороны вроде недалеко идти, но с другой... А я не могу согреваться, скажем, от этих ламп всяких тут. Это фонарь. Тоже не то. От этой херни. Бляха, походу не могу. Не согревает она ни хера. Это ещё лучше. Три штуки такие у нас осталось. Прикинь, три всего штуки. Давай, наверное... Когда очередной волчара вылезет, мы одну такую-таки потратим, потому что... Всё-таки лучше это тратить, чем патроны. Патроны нам ещё пригодятся на медведя. Давайте реально пока... Такое на волков спускать. Это вроде начало локации. Что-то похоже уже на то, что мы эти вагончики вначале где-то видели. Надеюсь, доживём. Дотянем как-нибудь. О, посмотрите на всякие снеки. Корм для собак, оказывается, был. Угольки есть тоже, хорош. Это нам пригодится. Мы просто с этой стороны не обходили эти вагончики. Повязка. О, отлично, ты чё? Тут так, если я смотрю, возвращаться на некоторые локации, на старые, и походить по тем местам, где мы раньше были, но не всё обошли, тут можно много чего ещё полезного найти. Ребят, давайте кастрик, серьёзно. Давайте, наверное, кастрик. А то я чувствую, что будет сейчас пизда. По-другому и не скажешь. Топи, давай. Просто я реально, я не дотерплю до этого, до выхода с этой локации, я не додержусь. Он реально сейчас отморозит себе всё на свете. Только же давай, чувак, давай не как в прошлый раз, не подводи. Ммм, красава, молодец. Во. Блин, с какой-то странной палочкой он костёр распалил с первого раза, а когда я реально дрова такие подкидывал, прям со смолой, еловые, там все дела, короче. Он мне, падла, не мог распалить. Подбрасывай топливо. Поддерживай жизнь костра, давай. Красавчик. Так, быстро давай согревайся здесь. Надо так взглядом немножко окинуть здесь всё и поискать возможные палочки, чтобы подбрасывать. Тут, походу, деревья уже нет. И мы нихера такого не найдём. Да, конечно, это жёстко. С этими, блин, обморожениями. Вот палочки ещё здесь есть. Это можно поломать. Ломает пять минут. Давай, разламывай. Пошёл, пошёл, пошёл к костру, пошёл, пошёл, пошёл. Пока не обмёрз опять. Давай, 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 хорош. Подбрасывай. Уже почти час. Отличняк. Он хаватящий и пить хочет. На свете, блядь, хочет. Ты же недавно жрал. Пей. А чё тебе пожарить-то, слышь? Оленина у меня есть. Заплесневелая какая-то. Давай заплесневелая оленина тогда сожри. Блин, волчатина и то получше, посытнее и пополезнее смотрится, чем какая-то ссаная оленина. Прикинь. Чтобы оленина была уже не в цене, это как так. Смотри, реально. Тупо мясо какое-то такое. Я бы его есть, наверное, бы не стал. А волчатина, смотри, как она охеренно смотрится. Такой свежачок, прям вообще. 800 калорий. Оленина сраны... А, нет, оленина 900 калорий восстанавливает. На секундочку. Но почему она сразу заплесневелая? Может, потому что, типа, олень долго лежал? Хотя, скорее всего, именно поэтому. Давай, короче, пофиг. Жарь её, потому что хоть что-нибудь надо нам поесть. И согреться заодно. Ложи. 57 минут до готовности. Блин, не хватит на 57 минут. Надо ещё наломать палок. О, сотри. Хорош. Во! Вот это ж другое дело. Я считаю, это совсем другое дело. Смотри, тут ещё палки есть. И кустарник можно ломать, но это потом. Тут у нас всё, что надо. Смотри, я какое себе место охеренное нашёл. Тут одни палки. Добавляй топливо. Не жалей. Всё, мясо давай жарь быстро. И согрелись, и пожарили. Всё хорошо, сотри. Теперь съешь. Вот когда пожаренное, оно наоборот аппетитно смотрит. Ну, так, конечно, так любое мясо, в принципе. Что это я? Действительно. Ломаю ещё вот эту. Сразу на 7 палок. Хочу немножко поспать здесь. Если, конечно, волки мне позволят, такую милость окажут. Час тридцать. Конечно, маловато. Давайте сохранимся, чтобы от греха подальше. Ну, его нафиг всё. И хотя бы часик какой-то храпануть. Больше нету никаких кустарников, чтобы поломать веток. Нет? Отходу нет. Ладно, короче, спи. Всё, заебал. Спи. Просто ложись и спи. И просто спи. А что у тебя живот бурлит? Ты что, покормил только ещё? Что ты мне брешешь? Твой живот не бурлит. Твой живот брешет. И нагло причём. Обманывает меня. Так делать нельзя. Это нехорошо совершенно. Мы с тобой так не договаривались, чувак. Тридцать пять минут. Ну, в принципе, в принципе. Типа спал нормально, да? Поднимай. Давай тут, наверное, с этого, с костра факел возьмём. Чтобы у нас просто было вот так вот. Чтобы не тратить вот то. Сигнальные ракеты. Всё, а теперь на рельсы опять становимся. И идём туда. Чё это такое? Это не уголь, нет? А, это просто камень. Это камень. Нам камень не нужен. Но камни, кстати, нам нужен... Я так же сказал, что он не нужен. Говорю, что он нужен. Он нужен, когда на зайцев охотится. Даже если у нас есть ружьё, я не буду просирать бездумно патроны на зайцев. Ну, зайцы, это чё такое? Ты чё? Издеваешься? Там волчара, он идёт со стороны реки. Вот там вот, с той стороны. Видишь, он пятно там ходит. За пеньком. Вот из-за пенька сейчас он высунулся. Он далеко, правда, сейчас, но... Это вопрос времени. Ну, как же я уже хочу скорее прийти к этому Джеремай. Отдать ему ружьё, получить новое задание и просто не идти его выполнять, а просто лечь спать. Я лягу, я так нормально посплю, блин, что у меня вся эта шкала здоровья будет восполнена. И потом уже можно идти дальше. Я просто реально хочу остановиться там и отдохнуть. Я уже столько тут хожу. Столько всяких препятствий, столько всяких достопримечательностей уже изведал. Уже тут всё тупо исследовал. Ну, не считая, конечно, вот той хижины, которая там. Ну, туда потом. Волчара нас, походу, заприметил. У меня аж так, что он мне сделает? Он мне ничего не сделает. Он огня боится. Так, мудак, ты чё делаешь? Ты держись подальше от меня, слышь? Мудила. Он так губу раскатал. Давай, 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 чувак, давай. Уходи от него. Ибо он у него в жопу. О, хорош, он из виду меня потерял. Бляхать, целеустремлённая сволочь! Бежит собака, бежит. Главное, чтобы факел не потухал, то я чё-то не вижу, он горит и горит. Кто так не рассмотреть особо? Мне преследует, мать его, так. Преследует, смотри. Саный волчара. Да мне-то, в принципе, недалеко. А факел перегорел. На, нахуй. Вот не охота ж тратить на тебя, блин, патроны. Сволота, не охота. А у нас ещё есть же вот такая штука, слышь. А в ней шесть зарядов. Конечно, она его не убьёт, только напугает. Но я пока мяса и так не утащу много, поэтому могу и напугать. У нас реально такое разнообразие уже. Уже, блин, у нас всякие топоры, ножи, ракетницы, ракеты, фейерверки сигнальные. У нас ружьё есть, у нас, короче, камни. Ну, ты чё? Тут оружие есть в этой игре, только, блин, надо им пользоваться с умом. Чё-то меня, блин, догоня... Он меня догоняет, реально. Я от него не могу чё-то оторваться. Давай только так, чтобы ты не ускорялся, слышь. А ты, чувак, просто не оглядывайся, просто иди вперёд. Блядь, не оглядывайся, я сказал, ну! Он чем больше оглядывается, тем медленнее идёт. Мне так чё-то кажется, и волк потом быстрее нас настигает в итоге. Всё, короче, всё. Ты волк просрал, ты меня провёл, спасибо тебе, спасибо. Дальше я сам, и дверь найду. До подъезда только спасибо. До квартиры нет, чувак, всё нормально, хорошо. Провёл, молодец, просто джентльмен, кавалер, хорошо. Только я не по голубым. Всё, пока. Фух. Загадочное озеро, район. Мы на районе, пацаны, нормально всё, мы дошли. На райончик пришли. О, тут шиповник. Мне, по-моему, и так его завались. Теперь главное вспомнить, как тут этого лесника найти. Подожди. Где мы? Мы вот тут. Просто идти вот сюда и до упора. Тут будет последняя стоянка Максима какого-то там. Макса. И там дальше за ним будет лесник. Ну тут просто держаться вот и влево пошёл и... Короче, тут нам надо налево ходить. Чтобы прийти туда, куда нам надо, нам надо сперва пойти налево. Так. Можно, кстати, конечно, тут по дороге веточек насобирать. Потому что тут уже нас... Дров особо и нет. И веточки опять в цене. Поэтому почему бы и нет, собственно. А с другой стороны, зачем они нам там? Если я же буду растапливать так костю... Какой костёр? Я буду в печи у него. О, у него там уже печь работающая, по-моему. Буду в печи всё готовить. Это если я уже потом куда-то пойду ещё, то я по дороге насобираю себе веток. А сейчас зачем я буду перевешивать себе горб, чтобы потом снова загнуться по пути? Неразумно, неразумно. Вообще ни капли неразумно. Поэтому не будем утруждаться. Почему нельзя было такую спокойную погоду сделать нам тогда на одиноких турках? О, берёзовая кора. Это весьма неплохо. Она ж, походу, тоже для растопки, скорее всего, годится. Давай пока лучше так. Так мне спокойнее намного. Ты вообще так идёшь, такой... И так классно на душе, прям, когда у тебя ружьё есть, прикинь. У меня его столько не было, что я уже даже, не знаю, подарок свыше, как просто, как боженька на меня просто реально скинул. Его оттуда... Откуда ты оттуда с неба, типа? Я такой взял и, типа, бляха. Я теперь бессмертный, всё. Он даровал мне свою силу. Своё благословение мне дал. Что-то как-то метель опять, блин, собирается. Надо быстренько в какие-то хижине подбираться и всё. И там укрываться. Укрываться и спать. И всё. Больше ничего не хочу делать. Я столько всего пережил, капец. Это Джеремай меня по всем картам, тупо, прогонял. Я уже не знаю, что ему ещё от меня нужно, если я ему уже всё, сделал ружьё. Уже надо идти убивать медведя. Что он ещё от меня захочет, я просто понятия не имею. И какое у него право теперь ещё меня гонять где-то? Я ему и так уже столько всего сделал. Я его собаку вылечил. Починил ему ружьё. Что ещё ты от меня будешь хотеть? Сейчас скажет, как это, как серая мать. Собери мне столько-то килограммов припасов. Я там и охуею, наверное. А так и будет, мне кажется. Вот серьёзно так и будет. Как же без этого-то? Так. По-моему, это то место, нет? Там за пригорком, скорее всего. Метель что-то разъяряется, капец. А у меня шкала здоровья там не резиновая, как бы. Давай, давай. Но всё равно, как для меня, так вот эта вторая глава, она намного поинтереснее, чем первая. В первой ты постоянно в этом мельтоне только жил, бегал. Помогал этой серой матери сраной. И там, в принципе, за пределы этого мельтона ты никуда особо не выходил. Он там пару раз куда-то отошёл. Такой, а тут тебе столько карт разных. Одинокие топи, это железнодорожная вот эта вот фигня. Плотина этот дамбок. Столько ходить, не переходить. Это вот загадочное озеро само по себе, довольно такая живописная локация. Поэтому, если там выбирать между двумя главными, я выбираю, конечно же, вторую. Вот первую я, знаешь, уже проходил, уже лишь бы только пройти, уже скорее бы только её пройти. А вторую просто ходишь и кайфуешь, наслаждаешься. Конечно, когда у тебя обморожение и хочешь жрать вещь, но это не покайфуешь. Ну, всё-таки природа тут намного красивее, чем была в первой главе. Тут как-то всё такое более, знаешь, что ли, яркое такое, или как бы... Тут именно атмосфера такой, вот знаешь, одиночества здесь. Там вот город, ты понимаешь, что он хоть и заброшенный, но там кто-то жил. А тут ты ходишь, ты понимаешь, что тут, блин, только природа и ты. Тут стихия, природа, лес, лесник какой-то одинокий. Ну, такая атмосфера, знаешь, меня как бы больше привлекает, чем то однообразие, это городское, которое было у нас в первой главе. Это будет поинтереснее как-то. Увлекательнее, так бы я подсказал. Фух, ну чё, всё, я дошёл. И метель перестала, слава тебе Богу. Только как-то поиздевалась только надо мной. Я дошёл, и она перестала. Эх ты. Выглядишь ужасно, Маккенди. Спасибо. Мне нравится, как ты здесь всё устроил. Я смотрю, вот я теперь дизайнер интерьера. Починил ружьё? Ага. Ты себе нашёл. Ты смотри, неплохо для пилота. Я от тебя не ожидал. Может, у него всё и получится. Что теперь? Мне уже правда пора. Мой друг где-то там, а здешнее зверьё, как с цепи сорвалось. Ой, потише. Джо выручил в трудную минуту. Но твоя жизнь зависит от твоих знаний. А прямо сейчас ты не знаешь нихуя. Что ты предлагаешь? Аудиоучебники? Умник. Нет. Я предлагаю учредить школу выживания Джеремии. Количество студентов один. Давай посмотрим, доживёшь ли ты до выпускного. Что мне надо делать? Какие ж... Какая нахуй... Ты чё, я задолбанулся, пока лечился? Я не понял. У меня на это, правда, нет времени. Смотри, у тебя нет выбора, парень. Я дошёл сюда без тебя, зверобой. Да, но у тебя на хвосте не было кровожадного медведя. Поверь мне, Маккензи, ты же хочешь найти подругу? Здесь, куда ни пойди, милей дикой природы, ты не справишься. Я слушаю. Я научу тебя тому, что тебе надо знать. А потом? Ты сделаешь кое-что взамен. Естественно, блядь, чьё ж так и... Как же ж иначе-то иначе быть не должно. И не могло просто здесь вообще никак. Убью медведя? Это даже не обсуждается. Если не убьёшь медведя, ни один из нас живым не уйдёт. Видел эти огни в небе опять? Да, было сложно уснуть. Очень яркие. Они какие-то необычные. Не похожи на обычное северное сияние. Огни, сияние. Похоже, эта штука заряжала устройство. Фонари в основном. Точно? Я такого не видел ничего. У тебя здесь есть что-нибудь электрическое? Неа. И у меня есть причина, по которой я не подключён к сети. Что за причина? Это не твоё дело. Волки, похоже, пугали света. В смысле, сияние? Нет, света лампочек. Ну, фонарей вокруг зданий. Они их избегали. Ты уверен, что не притрагивался к морфию, пилот? Не важно. Не верит собака, слышь. Я столько всего пережил, а он не верит. Пока я путешествовал, я услышал о лесных ораторах. Ты что-то об этом знаешь? О да, о них я знаю всё. Кто они такие? Какая-то шайка? Секта? Ничего подобного. Это активисты. А кто-то говорит, террористы. Они годами боролись против дальнейшей эксплуатации великого медведя. Хм, они опасны? Обычно нет. Ну, там вобьют шипы в дерево. Или привяжут тебя к оборудованию на лесопилке или шахте в знак протеста. Не думаю, что они хоть раз кому-то навредили. Но в последнее время я не в курсе новостей. Так террористы или активисты? Кто они? Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я стараюсь в политику не лезть. Вот правильно. Одно ясно точно. Они в последнее время гораздо больше, чем просто ораторы. Что ты имеешь в виду? Несколько дней назад я слышал стрельбу на другой стороне озера. Может, это охотники, но в это время их обычно здесь нет. Думаешь, это были лесные ораторы? Я не знаю. Ради их же блага. Лучше бы они выбрались отсюда, пока все окончательно не закрылось. Им не поздоровится. Там старина медведь. И он голодный. Конечно, здесь в окрестностях много волков. Раньше так не было. Я тебе говорил, что-то их взбудоражило. Может, медведь не главная из проблем? Ты просто внимательно меня слушай. Опасайся старины медведя. Он хитер, как черт. По сравнению с ним волк просто ручная собачонка. Хорошо. Волки, они ненавидят огонь, как и все дикие звери. Ночью костер защитит тебя в большинстве случаев. Если понадобится, сделай факел. Подойдет сигнальная ракета. Ну, знаешь, как при авариях используют. Иногда, если повезет, можно их и камнем в голову отпугнуть. Серьез ли, что ли? А я не... Еще камнем надо попасть сперва. А если у меня ничего нет? Тогда жди, пока они подойдут. И бей их, чем придется. Ножом, молотком, топором, голыми руками. Хуем, черт возьми. Ну да. И не останавливайся, пока один из вас не упадет замертво. Это вообще основное правило, да? Ага, все просто. Хочешь выжить? Дерись. Больше гопс, чем Дарвин. Пошел ты нахуй. Я до тебя, блядь, выживал. Столько серий прожил. И ты меня еще учишь, блядь. Какой-то старпер будет меня учить, как выживать. Только, блядь, со своей кровати встал. Заболел. Дрич сраный. Без меня бы ты не проснулся этим утром. Без меня бы ты вообще пропал бы. Понял? Нет. Он меня учить тут собрался. Пошел ты в жопу. Что? Забудь. Сам забудь. Однажды мне придется уйти отсюда и отправиться на поиски своей подруги. Здесь только один путь, пилот. И это? Ты будешь попасть в неотступные мельницы? Надо пройти через дамбу. Разве это возможно? Когда я там был, все сплошь было закрыто. По старой мере, то, что еще не развалилось. По крайней мере, то, что еще не развалилось. Может, это и так, но это единственный путь туда, куда тебе нужно. Ладно, рассказывай дальше. Только когда я буду уверен, что ты сможешь. Смогу что, пробраться сквозь дамбу? Сквозь дамбу и дальше. Давай, кор... Телефон. А, про телефон. Я услышал, как звонит телефон. В старом охотничьем домике. Поднял трубку, но сигнал все время прерывался. Когда ты ее поднял? Ты же не нашел трубку-то. Что ты об этом знаешь? Неа. Но такое вполне могло быть. Как это? Старые телефонные линии не зависели от электричества, как нынешние. Вот еще одно из многих доказательств того, что старая инфраструктура была намного лучше новой. Хорошо. Я серьезно. Сейчас все как так взаимосвязано, так завязано друг на друге, как карточный домик. Одна система отказала, все летит к хуям. Как думаешь, откуда могли звонить? Старая аналоговая система еще работает. Но как настроены сети, я не знаю. Звонить могли откуда угодно с Великого Медведя. Если узнать, как именно соединяются линии, то на это, наверное, можно выяснить. Как это узнать? Старые телефонные линии. Да никто невосе не знает, что они еще работают. Те понадобятся старые карты телефонных линий. Но я понятия не имею, где ее взять. Где-то, наверное, должны быть архивы. Запомню. Старая становится новым. Короче, нам, оказывается, где-то вот таки звонил телефон. Я не нашел трубку. Я не знаю, там не было трубки. Я не знаю, где надо было его поднимать. Но он говорит, я поднял, а там ничего не было. Типа и нас теперь как-то направляют, чтобы мы искали какую-то карту телефонных линий. Хер его знает, короче. Теперь поговорим о выживании. Что ты хочешь освоить? Ой, школа выживания началась. Съедобные растения, охота, рыбалка, одежда. Давай начнем пока с растений, будем собирать травку. Кажется, если следовать твоим советам, то вегетарианцем мне не быть. Я думал, ты в курсе, что большинство местных животных сделаны из мяса, Маккензи. А съедобных растений тут нет? Ну да, большую часть года можно выжить и на растительной пище. Ягоды, орехи, грибы. Но зимой мало чего растет. Что-то же должно быть. Конечно, Тимофеевка не то чтобы вкусная, но от голода тебя спасет. Обычно растет у воды. Грибы-рыши растут на пнях. Из них можно чай заваривать. Отличный природный антибиотик. Шипровник, такие маленькие красные ягодки. Тоже можно сделать из них что-то вроде чая. Такой чай снимает боль. Старый висящий мох. Это лишайник на деревьях растет. С ним можно сделать повязку, чтобы в раны не попала инфекция. Тебе нужно научиться находить все эти растения, потому что они могут спасти твою жизнь, Маккензи. Что-то походу пролистал. Или мне кажется. Готов к заданию? Да, блядь, готов по жизни. Да, готов. Тогда приступай, о могучий убийца пушистиков. Пушистиков. Слышь, иди ты в жопу. Я сейчас тебе, блядь, курок спущу вот так в лобину. А нельзя мне уставать, прикинь. Нельзя. И что теперь? Сохранилось. Опа. Руководство Джереми по выживанию после конца света. Если хотите выжить, слушайте внимательно. Научитесь ли определять и собирать стилобные и целебные растения великого медведя. 8 грибов рейши, 8 старых висящих мхов, 8 шиповников, 4 стебли Тимофеевки. А у меня что-то уже есть. Почему ноль, если у меня что-то есть? Не жрать хочу, капец. А что можно пожрать? Ну и пока вот так. И вот так. Теперь пить будет, хотя час. Не ешь, не жри, не жри, не жри, не жри. Тимофеевку созрал. Мне было три, еще бы одну сорвал и было в четыре. Спляха, соврал. Ну, все равно. Ладно, все равно пройду на болото и там. Надо будет и так, и так рвать. Один хуй. О, кедровый адек нельзя брать. Нужно мне собака доверять-то не будет. А куда их теперь носить-то это все? Школа выживания огни, survival lessons. Короче, давайте со всем этим школой выживания... И даже свининой, сука, не поделится. Прикинь, не делится уже тупо жлоб. Давайте со школой выживания будем уже в следующей серии тогда справляться, потому что... Что-то я не понимаю. У нас, блин, у нас есть, скажем, сейчас две эти... Два стебля Тимофеевки луговой. И я не понимаю, почему он не это... Нам это не засчитывает. Ремесло, смотри, а тут... 23 гриба рейши, 41 шиповник, 4 мха. У меня тупо все есть. А куда ему это все ложить? Потому что это как-то ему надо отдавать, а ли хер его знает. Или просто походите собирать это заново все. Ну, например, допустим, смотри. Ну, вот так. Нет, смотри, ни хера. Забирай обратно, я вам аналти отдавать. А куда же ему реально надо все это ложить? Так, а вот тут... Ну, допустим, вот так. А-а-а-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Понял, да? Смотри, короче, все сюда складывается, оказывается. В этот контейнер. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Передать. Теперь, так. Грибы рейши я сложил все. Старый висячий мох, шиповник. Стебли Тимофеевки. Шиповника тоже восемь. Висячий мох у нас четыре. Надо еще столько же найти. Блин, а где его искать? Я его редко нахожу обычно. Так, теперь давай... Ладно, висячий мох пока положим, сколько есть. Это нам не надо передавать. А-а-а... Вот это чуть-чуть... Сколько? Восемь штук. Восемь передать. И грибы рейши где-то были. Или пожили... А, не, грибы рейши я сложил. Это Тимофеевка луговая у нас была. Стебель. Два стебелька всего. Лучше в Тимофеевке штук двадцать. Я бы пошел туда, бы нарвал. А вот где мог находить, я просто в душе не ебу. Нам, короче, остается до следующей серии найти четыре старых висящих мха и два стебля Тимофеевки. Ну, Тимофеевка там где-то будет находиться, сто процентов, я отвечаю. А вот где мог? И вообще, я хочу спать. Я манал. Короче, я, наверное, уже за кадром тогда высплюсь. Или почему за кадром будем так уже спать? Где тут спать у него? А, я же мешок тут стелил. Я забыл. У него же тут спать-то и негде. Только он, сука, диван занял, а мне не уступает. Я могу, в принципе, в кресле спать. Я непривередливый. Но тут он даже туда не разрешает садиться. Поэтому будем спать в мешке. Всё, в следующей серии я, короче, посплю. И сразу пойду искать тогда уже остальные припасы. Там будем дальше продолжать его обучение. Которое мне, в принципе, нахуй не надо. Но для того, чтобы пройти по уровню, надо, увы, его продолжить. Всем удачи, всем до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. С вами был Морган. Всем пока-пока.